Четыре групповые гонки со своими особенностями. Высокий темп, скоростные рывки, погони, увлекательная тактическая борьба, битва по нарастающей. Первая гонка – скрэч. Идеальная тема для разгона. Дистанция для мужчин 40 километров, у женщин на десятку меньше. Динамичное темповое состязание с личным зачетом. Вперед вырвались смартсмены из Свердловской области – Евгений Овчинников и Светлана Кабяшева. Название второй гонки говорит само за себя – темпо. Яркость и острота соперничества еще выше. 20 кругов, с шестого все 15 зачетные. Один из героев соревнований в омской команде – Андрей Шевцов. Спортсмен выиграл гонку темпа, почувствовал уверенность в своих силах, продолжал держать темп, концентрацию, завоевал призовую медаль. Хорошо показал себя в гонке темпа, гонка, все круги финишные, и в гонке по очкам. Я рад, что сегодня я действовал как хороший финишер, вовремя включался, легко набирал скорость и легко ее поддерживал. Лучший спортсмен турнира в омской команде – Анна Полецкая. Спортсменка блестяще выступила в первый день соревнований, завоевала три золотые и одну серебряную награду. Но омниум – это многоборье, марафон. Анна очень старалась умно распределить силы, включила волевые качества. Соперничество было сложнее, так как гонок было больше, они все суммировались. Они были абсолютно разные по правилам, и вообще было неизвестно до последнего, кто займет какое место. Острейший спор омичек с велогонщицами из Свердловской области. Внутренний подтекст. Дело даже не в том, что каждую гонку нужно читать изнутри и выбирать правильную тактику. Омские соревнования – одни из первых после периода самоизоляции. Эпидемиологическая ситуация в регионах складывалась по-разному. Уральская команда раньше начала выезжать на соревнования. Эта фора в накате в большем числе стартов дала знать. Две спортсменки из команды Свердловской области – Светлана Кабяшева и Вероника Рахматова – возглавили гонку. У меня была задача держать своих соперниц, сидеть за ними. Я выполнила свою задачу, поэтому у меня получилось выиграть сегодняшнюю гонку. Сражение на финише у Анны Полецкой – третья позиция перед четвертым и решающим видом программы. Гонки по очкам на 60 километров с шестью промежуточными финишами. На первое место вышла тактическая борьба, варьирование темпа, перестроение, рывки из-за спины соперниц. У Анны Полецкой только один шанс перед последним финишем. В нем очки удваиваются, золото уже не взять, но серебро совсем рядом. Разрыв с идущей второй уральской спортсменкой – два балла. Анна нашла и силы, и правильную точку ускорения. Выиграла заключительный финиш, завоевала свою вторую серебряную награду. Самая яркая является последняя гонка – это гонка по очкам, потому что там можно изменить все. То есть ты можешь от последнего места подняться к первому или наоборот. У меня в ней получилось собрать все финиша, хоть какие-то очки. И на последнем я заняла первое место. Успех свердловчан в мужской части соревнования. Гости завоевали две медали, а мечи одну. Андрей Шевцов поднялся на третью ступеньку пьедестала. Уральцы выиграли две медали с благородным напылением. Матвей Зимарин взял серебро, и Евгений Овчинников завоевал главную награду соревнования. Сегодня, наверное, получались у меня больше скоростные рывки. И последняя гонка, вот именно самая яркая, она предела как команда. Гонка по очкам, потому что мы именно ехали как команда. И получается, можно назвать, что это не выиграл именно я, а именно моя команда. Потому что мы все вместе сплочились, сработались. Впереди у спортсменов еще два крупных соревнования. Кубок России и первенство Сибирского федерального округа. Они пройдут на Омском треке в ближайшее время. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко. Антенна 7. Кубок России и первенство Сибирского федерального округа.